На квартиру, где прописан Сергей Смирнов, главный редактор издания Медиазона, сотрудники полиции приехали рано утром, но там его не застали. Открыла его мама. Живет Сергей по другому адресу. Я приехал в поликлинику, и там мне подъявили удостоверение, и стали сразу зачитывать предупреждение недопустимости призывов к несанкционированным акциям. Нет сомнений, что они искали по мобильному телефону, по операторам связи, и прям следили, то есть проводили полноценные оперативно-разосновные мероприятия, которые в данном случае, по-моему, совершенно неадекватны вот этому предъявлению, вот этого предостережения, какой-то бредовой абсолютно меры для того, чтобы мне вручить бумажку и зачитать ее на камеру. По мнению Сергея, приход полицейских связан с тем, что он попал в некие списки. Мы сейчас уже видим очень много предупреждений и много очень этих всех вещей. Они готовили заранее списки тех людей, которые с их точки зрения призывали к участию в акции, но я, видимо, попал просто в эти списки. У меня других объяснений особо нет. Бог его знает, что у них в голове. Впрочем, полицейские приходили не только к Сергею Смирнову, но и, в частности, к ведущему «Эхо Москвы» и ведущему колонки на сайте ДВ Александру Плющеву. Задержаны же были несколько десятков активистов и сотрудников ФБК по всей стране. В частности, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, расследователь Георгий Албуров. Киру Ярмыш арестовали на 9 суток. Ее признали виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия. На рассмотрение дела судья потратила менее пяти минут. Это просто общая логика развития таких режимов. По мере того, как они теряют те опоры легитимности, которые существовали в прошлых периодах, это экономический рост, харизматика лидера. По мере того, как эти факторы легитимности режима ослабевают, насилие и репрессии становятся ключевыми факторами поддержания легитимности и политической стабильности. Эксперты также обращают внимание на тикток-феномен и политизацию школьников и студентов. Особенно после публикации нового расследования Навального. По словам наблюдателей, если раньше две российских реальности, пожилые люди, смотрящие телевизор, и молодежь, сидящая в соцсетях, сосуществовали параллельно и бесконфликтно, то теперь картина изменилась. Сейчас коллизия вокруг Навального и вокруг его фильма, вокруг его ареста и отравления она как бы актуализировала, гальванизировала эту ситуацию и выяснилось, что молодые поколения, они не доступны для механизмов индоктринации, которые путинский режим использует для получения лояльности старших возрастов и живут другой жизнью, они не слышат аргументации Путина, он им неприятен, чужд, и вот в данной ситуации это вышло как бы наружу. После фильма о его дворце, который как бы легитимировал этот негатив, потенциально копившийся в предыдущие годы. В ряде российских вузов студентам грозят ответственностью за участие в несанкционированных акциях, отчислением и внесением в черные списки госучреждений. Учителя и директора школ призывают родителей, цитата, «защитить детей и оградить от провокаций». По мнению политолога Кирилла Рогова, Кремль полностью проиграл в борьбе за молодых россиян. Риторические трюки, которые очень хорошо удавались Владимиру Путину в предыдущих периодах и которые хорошо влияли на людей его поколения и людей, которые застали советскую эпоху, они все воспринимали эту путинскую риторику на поколение, которое меньше 30 лет, она совершенно не действует, она им непонятна и чужда. Поэтому харизма Путина в этих поколениях практически полностью утрачена, в то время как новые харизмы, например, Навального здесь актуальны, и новые технологии, которые используют Навальный и его команда, и оппозиция в целом здесь актуальны, и они достигают цели в значительной степени. Сегодня стало известно, что соцсеть ВКонтакте по требованию Генпрокуратуры заблокировала большинство страниц, посвященных несанкционированным акциям. Однако, по мнению главного редактора «Медиазоны», власти включились в процесс поздно, хотя ранее и подвели законодательную базу. Они в любом случае опаздывают. То есть они в любом случае реагируют уже тогда, когда все уже прекрасно знают об акции, где она пройдет, что происходит. И мне кажется, это скорее даже добавляет к ситуации, то есть внимание к ситуации вокруг акции, в моем мнении. Власти, в свою очередь, не устают повторять, что готовящиеся акции несанкционированы.